Принимает здесь, можно сказать, ветеран этого турнира. Ветераны, хотя особенных лавров в нем не снискавшего пока мест, английский Арсенал. И вот составы команд Мальорко в воротах Лео Франко, аргентинский голкипер, второй номер Кампано, третий Микель Солер, пятый Фернандо Ниньо, номер девятый Сэмуэль Это, традиционно голнейшая фигура в атаке у Мальорки. Десятый Ариэль Ибагас, аргентинский плеймейкер, 4-0 команды Хавьер Алай Соло, он правый защитник, Маркус, 18-й, 19-й Луки, за ним тоже посмотрите, 20-й Надаль, ветеран, и 23-й еще один ветеран Энгонга. А вот состав Арсенала, Симон в воротах, третий Коул, Эшли Коул, четвертый Патрик Гейра, который в этом матче был капитаном команды, третий номер Мартин Киоун, седьмой Роберт Пирес, восьмой Фредрик Юнбек, одиннадцатый Сильвен Вильтор, двенадцатый Лорен, четырнадцатый Тьерри Анри, шестнадцатый Джованни Ван Баркост, и номер двадцать третий Сол Кэмпбелл. В этой игре начало сложилось в пользу Малерки, в первую очередь потому, что уже в самом начале, вот видите, вот в этом эпизоде, Эшли Коул совершает по последней надежде, это одиннадцатая минута матча, Луки, видите, здесь тоже травмные повязки, то есть все так и в других матчах. Так вот, Эшли Коул совершает нарушение, которое арбитром, датчанином Фискером, помните, он судил матч Бавария-Спартак в Мюнхене, трактован как холл последней надежде, и, наверное, он в этом совершенно прав, пенальти, который спокойно реализует мастер подобного рода положения Висента Энгонго. Вот так счет становится 1-0, причем, заметьте, как непринужденно Энгонго переиграл паникера Симона. Я думаю, что если бы он не завел волосы в пост, они бы наверняка вставали дыбом в таких ситуациях. Ну что же, он так ни о чем особо не подумал, просто берет и падает в другой угол, и счет того, как Энгонго что-либо придумал делать с мячом. Так счет стал 1-0, и при этом Арсенал играл в меньшинстве. Прагматичная Мальорка, ведомая в этом сезоне тренером немцем, Берндом Краусом, которого довольно противоречивая практика в Германии, но в Испании это очень успешный тренер. Напомню, что при нем рядался Седат, Середняк, по всем показателям, и даже отстающая теперь от всех команда, занимал, бывал, третье место чемпионате этой страны. Так вот, Бернд Краус, тренер, безусловно, прагматик, и прагматично команда их заиграла. Вот еще одно нарушение, Роберт Перес получает желтую карточку, видите, что и отчет о матче показывает в основном из таких дисциплинарных эпизодов. Мальорка играет от обороны, заставляя Арсенал владеть мячом. Ну, раскрываться, наверное, громко сказано, потому что раскрываться Арсеналу, особенно нужды нет. 1-0 тоже не тот счет, при котором еще в середине первого тайма нужно эти основные головы отыгрываться. Но вот Симон отбивает. Мяч, все-таки, безусловно, ракарь это замечательный. И просто он невеликий, но это, как говорится, никогда не может быть замечанием серьезным. В этом эпизоде снова падает страхной Авайсова и получает желтую карточку за симуляцию. Вот таков он Кнут Эрик Фискер, датский арбитр. Посмотрим еще раз. Ну, середина нам показывает момент. Вы знаете, я думаю, что, ну, в смотрении арбитра, ну, а симуляции здесь не пахло. В столкновении имело место, и Авайсова, ну, он упал. Если вы считаете, что нет здесь пенальти, его можно не назначать. Но симуляции в падении здесь не было никакой. Может, Авайсова слишком долго претендовала на пенальти впоследствии, но мы этого не видели. Тем не менее, Арсенал сохраняет счет, вот такой более или менее выгодный для себя. Вернее, скажем так, более-менее приемлемый в этой ситуации для себя до перерыва. Еще в середине, в конце, извините, первого тайма, на последних дых получает травму и Багаса. Ключевой игрок в середине поля для Мальорки. Его меняет Альвара Ново. И вот в самом конце первого тайма Мальорка еще успевает провести очень интересную атаку. Это Билл Луки, восходящая звезда, не боюсь этого слова, европейского футбола. Он играл за Олимпийскую сборную Испании на Олимпиаде в Сидне. У него есть ее серебряная медаль. Вот за Луки нужно посмотреть, конечно, на протяжении всего турнира. Итак, 1-0 после первого тайма. А во втором Арсенал постепенно переходит уже к более или менее рискованным действиям. Арсен Вангер уже вынашивает мысль о перестройке атакующей линии команды. Однако Мальорка продолжает ловить и ловить Арсенал на встречном движении. Но в концовке не хватает точности. Вот снова Луки. Справа и на диву он может творить буквально с любой абсолютно точки. Но, конечно, здесь положение было сложным. И, пожалуй, похвалить за то, что он сумел пробить. Еще раз повторяю, запомните это имя Луки. Нарушение правил в центре поля. Фернандо Ниньо получает желтую карточку, тоже, кстати, защитник, которому, возможно, выйдет на чемпионате мира в сборной Испании. Вот один из них ударов Арсенала, который ростит Робер Перес. И в районе 70-й минуты, 70-й по 80-й минуты, проводит сразу три замены Арсен Вангер. Думаю, нам их покажут. Просто возникает обыскопатичный эпизод. Я скажу, что вместо Юнберга, Вильтора и Переса выходит Джефферс. Это новый тренинг, молодежный сборный Англии. Кану и Парло. То есть, безусловно, перестройка достаточно масштабная. Команда происходит. Однако это Арсеналу, в конце концов, не помогает. Я хотел бы познакомить вас со статистикой этого матча. Арсенал больше в отделе мячом. При том, что он играл в меньшинстве. 54% игрового времени. Это на протяжении всего матча. Но при этом, пожалуйста, обратите внимание на статистику ударов. Малюрка внесла воротам Арсенала 17 ударов. Из них 9 в створ ворот. Арсенал нанес 5. Из них в створ ворот 1. Вот такая вот вещь. Здесь желтую карточку за симуляцию получает Сьерий Анри. И мы, конечно, посмотрим повтор эпизода. Нам этого хочется. Ну, вы знаете, я готов, скажите, на усмотрение арбитра. Потому что со стороны Адария здесь, в общем-то, не было никакого нарушения. И был ли контакт между ними довольно сложно сказать. Может быть, Анри упал, уворачиваясь от возможного столкновения. Но, тем не менее, опять-таки, вопрос о симуляции Фискер трактует достаточно своеобразным. Вот. Ну и, тем не менее, Малюрка, кстати, заслужила в этом матче и победу, и счет по ходу игры в свою пользу. Она была острее. Она играла второго номера. В этой игре Малюрка исторически сильна при всех тренерах, которых она, в общем, выбирает. И достаточно умело. Вот мы видим, что уходит с поля Луки. И мы с него уходит Велько Паонович. Это происходит уже на 76-й минуте. Вот. Ну и, собственно, вот они замены Арсенала. Давайте посмотрим, как Арсенал пытался. Что у него получалось и почему не получалось бить поворотом. В конце второго тайма, вот, это, по-моему, Джефферс, если я не ошибаюсь, в эту кону бьет поворотом. Еще одна атака Малюрки. Смотрите, уже пять минут до конца остается. Это непринужденным движением укращает мяч. Ходит штрафную. Здесь оба грешниляются. Рассказывается, что сейчас будет еще один удар. И Симон, в общем, на протяжении всего матча играет уже, безусловно, на уровне своей репутации. Хоть отчасти и противоречивый. А здесь Висента получает. Висента Энгонга получает. Не тоже просто Висента. Желтую карточку. Висента, который вышел на замену. Это не тот Висента, как говорят, сборная Испании и Валенсии. Это другой Висента. Давайте не путать этих людей. Ну, а Малюрка побеждает. Один, увидим, последний, что ли, Арсенала. Ну, в общем, вот, как говорят, Джефферс. Счет, я бы сказал, все-таки по игре. Он, конечно, мог быть другим, в том смысле, что были все-таки голевые моменты. Но, тем не менее, вот такая игра с быстрым голом, с удалением в составе проигрывающей команды, очень часто заканчивается вот такой вот прагматичной, я бы сказал, умной победой. 1-0, Малюрка побеждает в стартовом своем матче Лиги Чемпионов. И в этой группе она, таким образом, оказывается в числе команд, которые подписывают рамбай.